Здравствуйте, дорогие друзья! В своих прогнозах я начинаю применять методику, которая позволит увеличить точность, степень достоверности прогноза в три раза. В чем тут фишка? Допустим, вы родились 17 числа, пускай 17 декабря, и ваше Солнце находится в 26 градусе Стрельца. Каждый знак делится на 30 градусов, делится на три декады. Первая декада – это люди, которые родились с 21 по 30, это 31 число. Вторая декада – люди, которые родились с 31 или 1 числа по 9. И третья декада – примерно с 10 по 20 число каждого месяца. В ноябре 2018 года в Стрелец входит планета Юпитер, входит в первую декаду. И все популярные астрологи начинают трубить, как хорошо теперь Стрельцам. Открываются новые возможности в работе, в бизнесе, изумительные путешествия, изумительные возможности в получении образования, в повышении уровня своих знаний, новые творческие горизонты. Но они забывают добавить, что Юпитер воздействует несколько месяцев только на людей, которые родились в конце ноября. Весной, летом Юпитер будет воздействовать активно на вторую декаду. И только осенью 2019 года Юпитер будет воздействовать на третью декаду Стрельца. А популярная астрология этого не учитывает, что очень плохо. Поэтому степень достоверности популярной астрологии 10-15%. В моей методике она увеличивается до 30-40%. И только в индивидуальных гороскопах, в индивидуальных анализах степень достоверности достигает 80-90%. Я даю прогнозы по разным планетам. И очень бы хотелось, чтобы вы сконцентрировались на качествах этих планет. Раз вы смотрите мои прогнозы, вы должны провести анализ, действительно ли произошли гармоничные или напряженные ситуации, которые я описываю, и послали мне свой отзыв. Написали бы мне, помогли ли вам мои рекомендации. А сейчас первая декада. Люди, которые родились с 21 по 30, в скобочках 31 число. Если вы родились, и у вас день рождения вторая декада, третья декада, переключайтесь на ту минуту, ту секунду, где будет анализ по вашей декаде, по вашему дню рождения. Итак, первая декада рака. Могу вас обрадовать. У вас непростой такой тяжелый период ушел. В прошлом году был период Сатурна. Сатурн – это строгости по отношению от старших родственников, требования выполнения долга, законов со стороны властей, старших партнеров. Все тяжелые ситуации, которые были в прошлом году, они остались позади. И Сатурн ушел, и вам станет гораздо легче. Очень хорошие периоды по Солнцу у вас будут с 20 по 28 февраля, с 21 по 30 апреля. Проявление вашего творчества. Вы будете излучать гармонию в обществе. Все у вас будет получаться вот в эти дни. Меркурий – хорошие контакты, хорошие встречи, договора. Очень хорошие договора будут с 11 по 16 февраля и с 7 по 12 мая. Гармоничный аспект Меркурия. И напряженный аспект Меркурия. Не ссорьтесь, будьте очень внимательны при заключении договоров с 12 по 17 января и с 17 по 24 апреля. По Венере. Красивые встречи, покупка красивых вещей, романтические вечера будут очень хороши с 27 марта по 4 апреля, с 16 по 23 мая. И лучше отложить такие встречи. Негативный аспект Венеры к вам будет с 4 по 12 февраля и с 21 по 29 апреля. Марс очень много силы вам даст для ваших дел по дому, для усиления ваших физических тренировок, нагрузок. Силы для реализации ваших дел, ваших планов будут очень у вас большие с 16 по 30 мая. И негативная энергия Марса, и негативная энергия от Солнца, негативные аспекты у вас будут с 1 по 16 апреля и января это Марс, и Солнце с 21 по 31 марта. Не поддавайтесь на провокации в эти дни. Особенно будьте внимательны и осторожны люди, которые родились в критические дни по Плутону и по Сатурну. Будьте очень осторожны, строги к себе. Не поддавайтесь на конфликтные ситуации. Прощайте других людей. Чаще общайтесь с любимыми, с природой. Открывайте свой духовный мир. Все это будет гармонизировать вас. Вторая декада. У вас будет очень трудное время. Это время Сатурна и Плутона. Вторая декада это те, кто родились со 2 по 12 июля. Будет очень трудное время. Сатурн и Плутон, две мощных планеты, оказывают мощное давление на людей, которые родились в это время. Сатурн это требование дисциплины, порядка, соблюдение законов со стороны старших родственников, старших партнеров, властей. А Плутон это наезды очень мощных, таких сильных людей. Магическое воздействие. Особенно будет очень мощное воздействие, когда Марс будет в Овне, это с 17 по 30 января. И Солнце, когда идет негативный аспект Солнца, с 1 по 10 января и с 1 по 10 апреля. Не поддавайтесь на конфликтные, разрушающие ситуации. Соблюдайте свой мир, гармонию, опирайтесь на свою душу, опирайтесь на свой внутренний свет, расширяйте свой духовный мир, который будет гармонизировать вот эти негативные аспекты. Особенно надо быть осторожным людям, которые родились в критические года по Сатурну и по Плутону. Сейчас вы эти года увидите на своем экране. Хорошие будут времена и периоды по Солнцу для творческих встреч, для проявления себя в этом мире с 11 по 19 марта и с 10 по 19 мая. По Меркурию хорошие встречи, заключения сделок. Очень хорошее будет время с 17 по 22 февраля, с 12 по 16 мая и с 18 по 26 июня. И опасайтесь ссор, и будьте очень внимательны при заключении сделок, все перепроверяйте с 12 по 17 января и с 25 апреля по 1 мая. По Венере гармоничные встречи, прекрасные вечера с 4 по 12 апреля, с 24 мая по 1 июня. И лучше отложить такие романтические встречи с 13 по 21 февраля и с 19 апреля по 7 мая. Негативный аспект Венеры идет. Третья декада рака. Те, кто родились с 12 по 22 июля. На начало этой декады идет влияние планеты Плутон. Планета очень мощных, сильных людей начинает давить на вас. Планета магии будет оказывать сильное давление. Те, кто родился в конце декады, это с 18 по 22 июля, уран оказывает разрушающее влияние. Будьте очень осторожны с электричеством, с машинами. На дорогу будьте очень осторожны. Уран, он может разрушить ваши какие-то старые отношения, старое ваше миропонимание. Отпустите то, что разрушено. Не сожалейте об этом и создавайте свой новый мир. Кто не справляется с очень тяжелыми ситуациями, звоните. Есть определенные методики по восстановлению вашей гармонии. Есть методики, чтобы пройти этот негативный период с наименьшими потерями. Особенно будет опасен этот период, когда Солнце и Марс дают негативный аспект. Это с 11 по 20 января, с 11 по 20 апреля. Будьте очень осторожны. И Марс с 31 января по 14 февраля. Не напрягайтесь, не поддавайтесь на конфликтные ситуации, на провокации. Следите за своим здоровьем, будьте очень внимательны в это время. Особенно тем людям нужно это внимание, которые родились в критические года по Сатурну и по Плутону. Сейчас эти года вы увидите на своем экране. Позитивное влияние Марса, то есть прилив сил для выполнения ваших дел по дому, по хозяйству. В тренировках будет очень много сил. Вы будете ощущать с 16 июня по 1 июля. Хорошее влияние Меркурия, хорошие встречи, хорошие заключения сделок. С 12 по 20 апреля очень хорошие. С 1 по 9 июня. И не ссорьтесь, будьте очень внимательны при заключении сделок. С 21 февраля, 1 марта и с 7 по 15 мая будет негативное влияние Меркурия на вас. Позитивное влияние Венеры, планеты красоты, романтических встреч будет с 22 февраля по 29 марта. С 17 по 21 мая. С 27 по 29 июня. И лучше отроложить романтические встречи с 18 по 24 января и с 1 по 6 мая. Благодарю за внимание.